Вечер, Андрей Андреевич. Вы можете ориентир, ученица второй ступени, как справиться с чувством вины за характер и неустроенность сына. Антон, 32 года. Импульсивный, не владеет собой при спорах. Обязательно восхищайтесь ребенком. Почему он импульсивный, сексуально неудовлетворенный? Когда у мужчины растет тестостерон, этот тестостерон делает его психически больным человеком. Это нормальный процесс, ничего с этим сделать нельзя. Поможет либо спорт, либо секс, либо спирт. Поэтому в праве терпите. Ничего сделать с этим нельзя. Не заклевывайте его, потому что его характер сделает его в дальнейшем очень целеустремленным. Вы знаете, люди с плохим характером, которые живут рядом с вами, если их воспитывать, они будут постоянно с вами бороться. Потому что вы для них не партнер, а враг. Но если сделать их партнером, то тогда вы увидите, что они переориентируются на агрессию к этой жизни или к этому миру. А проявление агрессии к этому миру молодого мужчины это характер. Такие характерные, они обычно добиваются чего-то. Чего они добиваются? Успеха в жизни стараются характером перейти в все рубежи. То есть открыть магазин. Почему? Всем врагам назло. Сделать бизнес и так далее. Добиться женщины. С кем-то познакомиться. Начать заниматься спортом. Я специально выращивал так своих детей или выращиваю их таким образом, чтобы у них проявлялся характер. Не заклевываю их. Так же во всем пушу. Когда-то Роза начала тыкать пальцем на пианино. Я говорю, какая ты молодец, как же у тебя хорошо получается. Вот играет. Так же и у детей. Знаете, если ребенок чему-то слава мой, когда начинал читать книги, ему говорю, какой же ты молодец. Ты что все книги читаешь? Ты что прямо такие большие книги? Вот он сейчас буквоет. И выбрал для себя профессию. Хотя еще год учиться до 10 класса. И я могу сказать, что если ориентироваться на то, чтобы быть прежде всего партнером, а не судьей для своих детей, то много решается. А обвинение себя, так а что оно вам принесет? Что даст вам обвинение себя? Не дала? Ну и что? Мне родители тоже ничего не давали. Но они и не должны давать. То, что вы физическое существо сейчас без болезни, и ваш ребенок без болезни физическое существо 32 года, и есть где жить, и есть что есть. Это говорит о том, что вы достаточно дали. А все остальное, даже если бы дали, можно было бы просрать. Это частое явление в жизни большого количества людей. В моей практике такое большое количество людей, которые получили от родителей максимум. Получили от родителей богатство, наследство, возможности и так далее. Но только они, и жили они очень долго, эти люди, родители были партийными лидерами. Потом сделали своих детей яркими политическими, там, бизнесменами политики. Ну, как бы кормушки подвинули. Те, в свою очередь, начали детей воспитывать, получили американское образование, начали жить и так далее. Все это длилось. Дедушка умер, папа нечаянно умер, осталась мама. После этого у мамы проблемы появились. И у этого сына, несмотря на огромное количество знаний, возможностей, дохода и так далее, все порвалось и все в дребедень разрушилось. Почему? Наркомания, неправильные вложения, игра в карты, связи с обществом криминальным. И это все вот привело к полному падению. Я таких семей знаю 200, может 300, где такие дети полностью там в хлам. Стоит только умереть дедушке, из которого это все началось, и все, и потом. Нет будущего у них, к сожалению. Много примеров. Семья Кеннеди, знаете, Брежнева, Андропова, Шиварнадзе. Все плохо, внуки, внуки сейчас, те наркоманят, те, да, их знают, у них есть имущество, они доживают. То есть у них не так, как у людей обычных. Они до 12 дня спят или до 3, потом ездят на машинах где-то там в Дубаях в ночные клубы, спят с проститутками, в семьях у них там полная катастрофа. Дети потом заикаются, потом рождаются дети больными. В итоге род такой вымирает. Правда. Нет. Мир так устроен, есть слово карма, знаете. За карму, поверьте мне, все ответят. Или вы знаете, что у Геббельса есть дети, которые сейчас счастливы, или у Гитлера. Я вам говорю, когда закончится, когда пройдет 200 лет, то те люди, которые находятся в политике и во власти, их дети, если они родные, а очень часто это не так, потому что им просто ставят роги или рога, эти дети, дай бог, чтобы были не родными. А если родные, от них ничего не останется. Их молох пережует и выплюнет.